Всем привет! Ну что, приехала я в Москву. Пять лет не виделись с девчонками. Кого-то я уже знаю, кого-то вас знаю. Здрасте. Марина, Марина. Наргиза. Привет. 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 Вы не пели на Красной площади? В этот раз нет. В тот раз пели. Нарваньте правда. Лена, Лена, я Инесса. Дальше не знали. Тут мы уже на улице встретились. Меня зовут Мария. Мария, я Инесса. И Мариночка. С Мариной мы общаемся с тобой приезда. Библиотеку приглашают всех желающих каждую субботу. Во сколько? С 12 до 6 библиотек. С 12 до 6 повышевает Будайский проезд 7, корпус 2. Я даже запомнила, пока мы искали долго. Библиотека номер 55. Есть детская библиотека, она на Мира. А это другая библиотека. Будайский проезд 7, корпус 2. Я сейчас буду ваши работы показывать девчонкам. Смотрите, что вышло, Марина. Часики. Это готовый набор? Нет, это все отдельно. Это отдельно. Это РТО. Так, РТО. А разметку, да, только нам надо еще сделать? Или ты так знаешь? Нет, это как картина. Я не пройдусь. Нет. Я тоже, смотрите, длинный волос был у Марина. Вы девчонки, как я рада вас видеть. Я думала, что я уже в Москву не знаю, когда приеду. Помните, в прошлый раз... Еле-еле доехала. Я помечтала, ты там в Урале где-то ездишь. Ну, вот, понимаете, нам это и на телете же, там и не стоит бывает. А я же помните, в прошлый раз еле-еле доехала, у меня так плоховато было. А в этот раз шикарно. Я еще хотела спросить, ты Митру там пускалась? Нет, что красивая. А с собакой можно, кстати, Митру? Можно с намордником. А, ну вот мы без намордника. Ну, мы подумали, ему стресс будет. Ну, мы по очереди спуститесь. Ну, прям даже вот это, наверное, наше большое кальцо. Ну, наушевая. Наушевая класть. Прямо полотен. Вышивать. Наторое МЦК. Я вот ней метро. В этот раз я шикарно не смотрю. В этот раз мне что-то слепенье. А вот, в этот раз я прям ничего не слышу. А из видишь, как хорошо. Ну, это наушевала. Кто? Ольга Михайловна наушевала. Ну-ка. Так. Ну, вот сейчас. Это что вот это за дизайн? Нах, так. Это... Это вообще-то у иглы было такое. Шляпки эти. Ну, это китайские. Я тут хозяйничаю. Угу. Вот это анусмит, который вы будете вышивать. Это бесплатная схема. Как вы на канале пошли называются. А я помню, в прошлый раз вы какую-то большую ровушку носили. Дубовую рощу. Дубовую рощу. У меня на даче висят. Прямо это самое. Так. Ну, чего? Давай по мелочи. Так. Вот это сапожок. Это тоже китайский вариант. Для девочек говорю. Вышивал за неделю полукрестом. Надо быстро вышивать. Вот это будет. Чуть себе по мелочи. Такая большая ровушка. Такая большая ровушка. Такая на полукрестом. Она вышивается китайский. Везде две метки. Все-все-все-все. Я имею ввиду очень это самое. Если уж хорошие это самое. Так вот это вот это труды мои на всяких СП. Вот это питерские были. Вот это вот зонтики. Когда вышивец был питерский. Вот это. Это вот у Шрова тоже было. Вот это ну все в общем. Это вот эти сноговички были у Гевки были. Ну СП всевозможные. То есть я попробую. Ну я у нее. Мне ее СП нравится. Так что там все что ли? Это шаровые. Шаровые были СП. Вот которые закончились. Можно без карни ушки, да? Такие из них. Да можно. Но я как бы их на конвертиках там. Мешочек вот этот вот. В плане. Жду вдохновения. Вдохновения жду. Так ну вот это. Так а где еще маленькие? Да. Ну а вот наверное здесь. А вот это вот как раз Собирвака. Вот эти подушечные все. Вот я и делала пинкеп. Вот такой. Очень удобно. Вешилась на дверной дверь. Повисела. Убрала. Новый год закончился. Убрала. Мне вообще я считаю, что надо вот эти маленькие работы оформлять. Типа пинкепа. Повисела. Пару-медий вот это. Новогодние семьи. И набрала все. Так что он идет. Так. Это Риолис. Это осенний вариант дачи в шерсти. Я оставила его, оставила как не надо делать. Вот ошибка. Ошибка. Дело в том, что мало воздуха. Все внимание на это бухрано. Все зажато. Все-таки надо. Это сделано, как там написано. Вы знаете, что визуально первое впечатление так не производило? Нет, нет, нет. Я как смотрю, нет, нет. Вот чуть бы воздуха побольше, и она бы хорошо сформировалась. Ну, наверное, наверное. Так, вот это было когда-то клетно. Боже мой, у вас есть один. Все сшито, чтобы ничего не потеряло? Да, конечно. Вот это круг клетан, это были часы. Очень нравятся. Свертые стрелки, но мне надоело, и я поменял. Ну, это, по-моему, это Алиса. Акану, сами красили? Это у Гевки я покупала. И у нее. Так, это, по-моему, Стоник Рик вообще дизайн. А это сделала Жан Лин, выпускала набор. Ну, это китайский, да, конечно. Вот. Это, 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 по-моему, Паула Ваган. Или Воган. Да. Ну, это китайский вариант. Тоже Паула. Так, это Шарова делала. Так, это схема. Это у Наташи Гевки был набор. Я в Москве жить, да без Кремля. Так, это и так баловство мое. Нитки убивало. Вот это у Наташи Гевки, ее дизайн. Ну, короче говоря, ее набор. Ее же канвар. Так, вот это все. Вот это дизайн вервака, но, ну, китайский, китайский вариант. Вот это тоже китайский. Ну, тоже, как, тоже хотела на кухню. Это вот была в структилизации. Нет, так это Демяши. Да, убивала нитки, потому что так, что ты захотел. Да, много-много достойный рулончик. Это, это вот это все ваше? Вот, да. Ничего. Если бы упаришься, стоять. Кошки не хватит. Вы обещадись. А у меня есть еще новое. У меня еще на третий день. Да, да. Это, ну, это китайцы. Китайский вариант. Ну, это сода, наверное, да? Ну, и понеслась. Это вот Олеся чего-то там завтрак. Перезавтрак. Это, по-моему, чудесные глаза. Это старые, старые вот это вот, когда еще они... Да, да. Так, это мое благоство, значит, хотел сапожок. А потом, думаю, мне что-то жалко. Я тут вот это бисероп она вышивала. Тут, ну, типа, шикарит. Я такое вышила. Я на Линде вышивала. Это с люрексом, а я вышила. А я что-то, я посмотрела, мне что-то жалко резать что-то. И все, думаю, зачем мне так красиво. Это, значит, вот это самое. Так, вот это вот, я забыла, как это. По-моему, он кот этот вот. Так, это РТО. Дешевенький набор, конечно, просто непонятно, что-то... О чем думали они, потому что вот эти... Вот это вот, вот почему-то все сиреневое. Не знаю, о чем ты... Это я когда-то баловалась, вот это вот, папа, это сам, вот эта маль, да, мне не нужно, мне он не сил. Да? Не бойтесь, это Марию делишь. Не бойтесь. Не бойтесь. А с кем кто делал? Я не знаю. Это было, наверное, это лет восемь, к этому делу, да? И может быть, может быть. Потому что это выложили в свободу, как в подарок, на одном году девочке, вот это вот, вот, вот. Это вот в этом году, это радуга, по-моему. Вышевка радуга, это забыла, радуга, это бисер, радуга, бисер, что-то такое-то производитель. Так, попробовала, ничего. Так, это Dimension, сходила на подушку, но вся-вся эта текстильная пыль, это все видно. Мне не понравился в бэк, черный. Вот этот мне нравится, просто думала, если что делать подушку, то... Ну, ничего, нормально, сходила. Ну, короче говоря, опять-то, что-то будет отдохновение. Так, это Dimension. А интересно, это за какой период это все вышло? Это будет последние пять лет. Пока меня не было, какой-то... Нет, я живу часом, вот я уже приносила вот эту боговую рощу, значит, а потом у меня же три медведя, я вышивала почти, вот, на 9 месяцев вышивала. То есть, вот-вот-вот прямо на первую пирану. А потом я понесу, как бы, на мальчику. Так, это щенки, Ritweller, вот это Dimension, вот это Lukaes, зеленые яблоки. Вот это вот на Астурсе, это тоже Lukaes, это вот, да, я че-то сказала. Вот эти, как живые у меня почти. Да, не мелко, это на 18-е. Это 18-е канва мелко. Так, надо поподробнее, а то мне зрители не простят, скажут, ты такую красоту мельком показала. Ну, на 18-е, конечно. Мне вот мелковато, да. Мачки и лупы, ну, я как бы, это, ну, я стараюсь, это я, по незнанию, я обычно перехожу на 16-е и не мучаюсь, думаю. Ну, так, а это вот вообще было, по-моему, это канва Мир Вышивки, вот это, да, за дешево купила. Там, по-моему, тоже на 16-е или 18-е канва Lukaes, это Lukaes, да. Думаю, че там мелочиться, мелочиться будут, вот я решила на столько, чтобы побольше было. Это вот такая, это самое. Вот они очень наглазки, вот это тоже Lukaes, громадные, по-моему, переборщил, но все равно ничего. Так, а это Эльзи Вильямс, Внезаптные ливни, ну, подбор, полностью подбор, от зависти, там народ вышивает, и я начинал. Канва Наташи Геркин, это Пауна, там, свидание, черт, амузы, меня там, он на Лензи, оригинал, да, ну, я на этой, ну, не вышивала, знаете, да, вот. Вот, а я чего-то это самое, вот, 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 это у меня было в рамочке. Да, мало было, вот, это было все в рамочке, это было красиво, надоело убрала, теперь у меня варежки там. Это Золотое Руно, тоже Кангу меняла, то есть Кавунту или что там, Анатолий. Это какой-то старый нам? Нет, я его вышила год назад, ну год лежал у меня. Я не знаю, когда они выпустили, но у меня же лет по 8 лежат. Нет, 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 они вот это, что-то думаю, осень золотая идет, а у меня ничего нет. Это РТО, вот каналы, что-то такое, как у нас назван канал, тоже Канг увеличен, там 16 или 17 производителей. Нет, вот лучше, чтобы что-нибудь там оформили. Это 14. Так вот, это Алиса оригинальная. Вот к Риолису мы идем, к моему любимому производителю, вот прям любимому. Вот это фиалки, фиалки, это я недавно вышила, вот это мему. Мне так нравится вот эта вот канва Рустика, я хотела ее отдельно купить, но ее уже нигде нет. Дело в том, что она когда вот в продаже, она так прям в колхол хорошо вышивалась, постиралась, вот она моя. Где-нибудь, девчонки, где-нибудь есть здесь Рустика, не видели в продаже? Только в иголочке. В иголочке нету. В иголочке тогда и в Оренбург бы я могла бы заказать. Там осталось 18-го, по-моему, а мне надо 14-го. Ну вот. Там, по-моему, 16-е, 18-е, мелкое. Ну вот, она, когда я вышивала, она довольно жесткая была, хорошо вышивалась. Люблю Риолити. А я хотела авторские схемы вот на ней вышивать. Вот и люблю Риолити. Это тоже была дубовая канва. В общем-то, на стене смотрится хорошо. Близи не очень грубо. А, да, 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 да. А? Ну, как старые, а не как это? Нет. А может быть, ну, Виктор, если-то я всего вышиваю. Поэтому... Так, ну, это вот этот. Как ее называется? Так это. Забыл, как называется. Это тоже? Это Рюшко. Забыл, как называется, ну, в общем, название. Так это сервискулет. Хотела сделать подушку. Но когда прикинула, ломается рисунок. Плохо смотрится. Да, да, получается. Плохо смотрится. Это надо, типа, вот это вот, вот это, типа, паспарту. Тогда можно вот это нашивать. Тогда что? Ну, на стене смотрится хорошо. Если смотреть с двух метров, великолепно. Это стенддам церковь, тоже Рюрис. Это продолжение медведей, больших работ. Вот это все. Все, мы закончили. Супер. Браво, девочки, поаплодируем. Поаплодируем мастеру. Браво, браво. Много. Много. Марина. Отчитывайся, Мариночка. Это пять лет, да? Что ты без меня тут натворила? Ой, много натворила. Я приехала. Я же сказала, приеду, проверю. Да, да, да. А танки поставлю? Каждые пять лет приезжаешь. Натворила. Гранатики. Ага. Овечки на забаву. Мережка. 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 Диманшинс. Боже мой. Диманшинс. У меня тоже такой набор есть, но я хотела на шестнадцатую поменять. Это на семнадцатую? Я на шестнадцатую хотела менять. Тоже. Да. Это типа Диманшинс. Классик дизайн. А я вот сюда бисеринки пришила. Вместо крузелков. Молочного цвета. Вот значит, я правильно, по-моему, тут вышила. Я вот думала, я здесь где-то ошиблась. Но у тебя тоже так же, да. Там я где-то что-то по-другому. Савиный лес. Диманшинс. Любимый. Любимый Диманшинс. А это лен, да? Да. Наверное, тридцать второй лен. Это, да. Белфаст тридцать второй. Панна. Панна. Красивый у них дизайн сейчас. Угу. Панна вообще радует. Шмели. Вот тоже шмели. Да, да, да. Положу. Ты своих привезла? Ну вот. Привезла. Только я на лендию шивала. У тебя на лене? Тоже на лене, да. Тоже Диманшинс. Птички. Птички. Панна. Очень красивые у них кружочки. Прям вот эти. Диманшинс. Угу. Смотришь, какой яркий. Это Алиса. Ну тоже просто с заменой на лен. Угу. Классно. Угу. Тоже Алиса. Довольно старенький такой. Лежал, лежал. Думаю, надо его утилизировать в набор. А это тоже. Ты когда свой вышьешь? Да. Подсолныши мне Юля дарила. Да. Надо тоже уже начинать. Ну это теперь зимой. Это Леж, да? Зимой. Нет. Это этот. Как ее там называть? Так. Какая заморская. Розовод Мэннер. Розовод Мэннер. Это подсолныши. Подсолныши. А я вышивала хризантемы. У них вот этот дизайн в DMC. А вот я вышивала хризантемы. Там нитки ружного окрашивания. Там так дорого они стоят. Ну там точно такое по размеру? По размеру такое, да. Но это тоже ружного окрашивания. Нет, нет, нет. DMC. Смотри, как здорово. Здорово. Молодец, Мариночка, молодец. Так что я старалась. Так, девчонки, кто следующий будет хвастаться своими работами? Я. Идем. А я помню, ты мне сказала, чтобы я вышла набор. Ты же сказала, что я в следующий раз проверю. А я не вышла. Только не бей. Это не последняя встреча. Еще у нас все впереди. Еще полвека у нас с тобой есть. Да. Это наши запасы. Это у нас Матренин посадки. Бисером, девочки. Работа бисером. На шелке. Шелковая основа. Моя первая работа была вышивка бисером розы. Вот так же на шелке. Ну, первая бисерная работа. Очень. Кстати, хорошие у них разработки. Я оформила очень плотно. А я так еще стянула. И это, ну, поскольку первая работа, основа тонкая, я так переживала, что не справится. Нет, все натянулось, все исправилось. Первая и последняя работа. Больше нет. А, это нет. Получилось ничего такого. Красиво, да. Тоже такой солидный рулончик. Я старалась, все собрала. Еще вот в рамочках принесла. Ага, что потом посмотрим. Могу еще принести сходить. Рядом, да? Да. Криолис. Криолис. Я на двух вешалках остановилась. Это чудесная игла. Вот это на работе. Великолепные. Да, у них все шарики. И сколько у них? Два-три еще что ли есть. У меня это уже есть. Что-то зеленое у них есть. Я один подарил. А еще два на зеленом. Один на темном зеленом. Другой с такой спанцетти. На светом зеленом. Оформляю. Что принести? Сейчас еще сумочку принесу. Это у нас с верх ногами. Это у нас сэмплер. Я не знаю, чей. Как правильно это произносится. Это был какой-то годовой сэмплер. У нас Оля Пусина его вышивала тоже. Я вот без очков смотрю. У меня как будто ткань. Двадцатый каунт. Кошмар. Девочки, двадцатый. В одну нитку. А очень хорошо. Я не вижу даже. На светлом очень все. Видно хорошо. Ну-ка, я сейчас очки. Девочки, сейчас я надену на очки. Это двадцатый каунт. У вас на Лугано... Двадцатый каунт. Девочки, это просто невозможно. Это не сороковой. Это Аида двадцатого каунта. Это переплетение вот это. Похоже, трестики поражные. Нет, для меня это очень мелко. Даже в очках. В чунке. Это вообще. Как аккуратно. Ну, светлая ткань. Как аккуратненько все вообще. В одну ниточку очень хорошо. В одну ниточку. В одну ниточку. В одну ниточку нравится. Вообще, мне очень понравилось. Вашивать в одну ниточку на двадцатом каунте. Да, наверное. Это Линда. Это уже из интернета какой-то с... А? Сколько вы нашли? Недели три-четыре. А кто Линду красил? Я сама. Чем? Акрилом. Я тоже хочу. И покрасила. Первый опыт. Вот. И я тоже хочу. Только боюсь, что я все поперепачкаю. Хотя она отмывается акриловая. Надо перчатки. Нет, нет, акрил. И акрил я беру. Не отмывается, да? Такие продаются. Туда развожу. Потом взяла. Я хотела чаем попробовать. А потом мне девочки пишут, акрилом покрась. Я говорю, да нет. Чай вот цветает. Цветает? Да. Все вот это органики готовят. Там черника, варенья, все. Ну, Юля вот показывала на своем канале, помните, как красть ягодные. Нет, в начале все хорошо. Но через год вот они уже. Нет, все красиво получается. Акрилом все замечательно. У меня там еще есть одна. Ну да, прикольно. Вот она тоже акрилом. Как при стирке? Нет. Вот еще акрилом покрашенный. Вот этот тоже заяц акрилом я покрасила. Ну, не знаю, какие пятны получились. Ну, это разразница. Тоже. Когда красите, он получается намного насыщеннее цвет. Когда высыхает, он был голубой, прям вот такой вот. А когда высыхло, он стал внешней. Акрилом очень легко красить. Только да, надо расстелить целлофан там, газету. Ну, чтобы это... И я выкладывала это на поднос. Поднос застилала целлофан, прям покрасила. Если он вот так будет, ну, ткань сжата, то тогда вот эти разводы будет. Ну, вот так вот сделать. А если ровненько, то ровно будет тогда. Ну, смотри, что нужно. Здесь я не знаю. Здесь я не знаю. Черепа. Здесь. Рюка. Что у нас? Да сделай своими руками. Ой, такой классный журненький. У нас есть много всего интересного. Шерсти вышивалась. Потому что хочу вот охорнить эту стену. А это чем вышивали-то? Это гаммой? А я такой, да, тоже вышивала. Гаммас. Как она? Младше. С лошадьми вот эта вот панушка. Очень мне понравилось. Я ничего тут не вырезала, как пошла нитка, так вышивала. Так, это у нас чудесная игла. Очень-очень мне нравится, когда нет бэка. Здесь вообще бэк вот все, здесь бэка все. Ну, вот на птичках чуть-чуть. Это то, что я хотела себе купить. Мне вообще очень нравится чудесная игла. Что бэка нет. Да, у меня нет. Это РТО. Это я давно вышивала. Породу не знаю. Ну, вы знаете в курсе. Нет, я не знаю. Я только с Паниэлей знаю. Я тоже не знаю. Добра доски. Да? У нас же одна первая собака. И последняя. Больше не будем заводить. Поэтому других не знаю. Не зарекайтесь. Да, не зарекайтесь. Нет, я к нему так привыкла. Это из интернета. Ну, это я не красила. Вот такая была ткань. Мэр. Море. Я хотела сумку сшить. И все. Иначе сумку. Это сумку. Это тоже я красила. Вот это у Леонарда продается ткань. Не ткань. Краска джинса. В коробочках. Ее надо разводить. Я тоже пластикую. Вот эту емкость беру. Такой горячей водой. Прямо из-под крана. Вот. Помакала. То есть не кипит. Ничего не кипит. Вот она. Но она по-разному. Вот эта ткань. Это. Я не помню. Сейчас скажу. Убельхор. Как-то по-другому. Я по-видимому сложила ее и все. У меня по-моему хвосты. Это вот носы. Да. А у меня хвосты по-моему. Уже забыла. То есть к нам обниму. Науши. Я из интернета тоже. Я принесла. Я науши любимый. У меня нахуй не все. Тоже на картонке. Погладила и принесла. Так я выдривала из этих самых. Да. Это у нас что? Савинный лес. Сейчас покажу свои картины. Красавица. Очень нравится вышивать савинный лес. Прям вообще ниточки. Ну это весь набор. Красота. Там ручного окрашивания нет. Они в наборах. Кит еще такой, да? А? Кит по-моему еще такой. Да. У них там еще и кит есть. И еще там. Ну и несколько. И мелко. Мне вот только кот понравился. Ага. Конечно вот приятно. Мелкие крестики очень хороши. Ну какая-то розочка. Не знаю. Это белкост. Да. Они вкладывают белкост. Это набор. А еще красивая розочка. Тоже надо в сумку оформить. У меня у лукоморье только есть. Да. С какого-то журнала. Французские вышивали что-то? Да, по-моему да. Ну это ж журналы я вышивала. Ганва. Какая-то уже стик, да? Да. Это давно я вышивала. Может быть. 10. У меня больше. Я тогда еще вообще на равномерке не вышивала. Золотой руно. Красавец. 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 Ну и дарят мне тоже котов. А это Нитекс. Разработка. Это очень хороший наборчик. Хотя Нитекс не нравится. Не знаю. Я вышла у нее очень красиво. Шляпа очень красивая. Прям как торт вышивалась. Здесь столько цветов в этой шляпе. Просто прелесть. Что у нас? Панна. Мне кажется здесь меняла канут в наборе. Мне кажется была какая-то другая. Я тоже меняла, наверное, 14-я. Мне очень понравился. Там у них еще есть кругляшки. Другие тоже. Нет, мне вот этот очень хорошо. Очень понравился. Вот последний. Ах, тоже жаркий пицц. Ах, и наоборот, и наоборот, и наоборот. У ребенок мы раздевали на совместнику гулять деньги. Все, что с сердечками мы вот вышивали. У меня последняя моя работа. Это что? Это Лан-Арты. Это ты вышла, да? Да, последняя. Ааа, оформилась. Ааа, красиво. ну и собачек я тоже люблю патриолис это старая давно скажите что вы любите вышивать у меня через раз собачки котики гуси кого у меня только он белочка у меня старинный есть вышивается щи все легко одним цветом расшивается тоже нам не было в рамочке вот и собачки под подоспели а вот еще у меня бисер вот этот прикольный когда бисер я не помню чуть набор постучи очень красиво нитки и бисер сшивается тоже очень это китайский наверно какой-то набор или домой судя по бантику молодец еще птичка здесь должна быть вот моя собака она маленькая дает корзинка большая средняя корзинка а эти я сюда положила место ткань идет я хочу оформить я только не потерять никуда оформлю их куда-нибудь еще не придумала эту подушку надо шить наверное все на сегодня так и вот эти вот оформленные это что это дименшинс это мелкий хилл ой какой апельсинчик лимончик классненькая пукавка и вот это это савиный лес Вот большие участки, когда вышиваете, конечно, надо как-то по-другому нитки, а то такая белочка полосатая очень получается. Здесь у тебя нитки переворачиваю наоборот, то есть меняла местами, она получилась чуть-чуть пятнистая, а вот здесь полосатая белочка. Девчонки мои работы смотрят, сейчас я покажу быстренько. Да, это вот копия Dimensions, но это с Алиэкспресс, а мешок. Все-таки он бледный, мне кажется, они в руки... Оригинал ярче? Ярче. Вот просто я ни у кого не... Вот мы хотели рядом положить, чтобы кто-нибудь принес тоже, сравнить, да, интересно было бы. Они бледноватые все-таки. Вот это бледноватые, потому что на 18-й конве, может быть, потому что... Ой, вернее, у меня на 16-й, когда на 18-й нитки плотнее и получаются ярче. Я не понимаю, но я здесь тоже меняла, да, вот здесь? Ну, это настоящий, оригинальный, на оригинал. Ну, здесь 16-й менял, цвет такой же. Потом я здесь еще ошиблась, вот это надо полукрестом было вышивать, а там схема такая непонятная для меня. И я вышила вот это крестом, а здесь полукрест. Ну, не знаешь, как я, даже не узнаю. Ну, да. Ага, да, вот это, я тоже закончила вот это, вот это, вот это, вот это, клевая, она красивая. Вот это МП-студия, вот новинка у них была в этом году. Там в комплекте Линда была, да. Мне он сразу понравился, прям сразу заказал. Ну, лежит, ждет. У него, кстати, прикольные сюжеты, да. О, это нравится у него. Вот, я вот на Линде, такая она молочного цвета, вот Линда. Хотела я покрасить вот это вот чаем, чтобы развод у него было. А, у меня чай, кстати, вот эта вот винтажность, она как-то... Она потом надоедает ее рост, да? Да, вот я две работы вышила. Вот Эмили, обои. Эмили. Это не она. Двойное. Да, да. Анна Смит у нее написана, а группа Эмили ВКонтакте там написана. Ну, она вот тут, короче... Да, она же это сама написать. Вот я две работы. А это вот Вероника Ажинер, ботаническая серия. Вот это вот уже была такая винтажная, Кэшелл 28, он вот такой был винтажный. Ну, поменьше, да, потому что и основа поменьше, и ярче. А потому что мельче основа. Вот если основа мельче, вот да, вот Dimensions, если на 18-й вышивать, будет насыщеннее цвета. А когда вот больше каунт берешь, то бледнее. Вот то же самое же получается, так же вот и у Dimensions. Да, вот тебе, конечно, на сравнении с ней вышиваю. Потому что я посадю. Тут не все, а ты застрелишь. Так, перелистываю. Да, ну да, да. Это дольше было. Я посадю вышиваю. А это вот Анна Королева. Там вот здесь рулон ваш внизу лежит на стуле. Это вот Анна Королев, вот я ее две работы вышивала. Ну, тоже Линда 27-я, а так вот Бриттани, по-моему, 28-я. Ну, они, в принципе, почти одинаковые. Их так визуально и не отличишься с основной. Вот здесь вот фрузелки должны быть, а я бисеран. Девочки, вы с разметкой делаете? Я вообще с разметкой вышиваю. Ну, вот эти вот работы. Китайский у меня карандаш или китайский стержень. Да, отстирывается. Только надо в холодной воде замачивать. Нет, это все равно, ты размечаешь сразу. Вот сейчас я вышиваю по кросс-тич-саге. Сейчас я стала вот эти работы от центра вышивать и без разметки. А, ну, цепляешь друг за другу. Да, да, да. А вообще всегда я вышивала вот с правого нижнего угла и делала полную разметку. Вот это легко вышивается от центра. Тут же вот лепестки, вот они вот так один за другим идут. И здесь от центра очень удобно вышивать. А есть такие сюжеты, ну, допустим, вот полная зашивка, да? Вот такой сюжет я не могу. Я обязательно делаю полную разметку. На Эдди, да, это я все... А вот на этих, на романетрах. Нет, потому что я же до этого... Здесь не делала разметку. Я девочки не видела, девочки делают, а на ротонки пробуют. Сейчас будет хвастаться своими работами Наргиза. Наргиза еще нам испекла хачапурю. Я первый раз в жизни буду пробовать хачапурю. Да, я никогда не ела. Спасибо вам большое. Девчонки, нас и подкармливают здесь. Морковный торт. Еще и торт морковный я обязательно вам покажу, девчонки. Спасибо вам огромное. Ого! Надо же! Еще какая огромная работа. Это когда же надо успеть и печь, и еще из таких полотна вышивать. Я тогда более молодая была и все делала. И месяца за три. Ничего себе! Это что за сюжет? Это я не помню. Вот это. Ну, это из известных, это полотно висит где-то в Италии, где-то в Киеве. Это музейная коллекция, да, наверное. Да, да. Может где-нибудь в Третьяковской галерее, наверное, висит. Мы, к сожалению, и не сходили в Третьяковскую галерею. Ну, в следующий раз. Вот это импостудия. Ох, кто же, девочки, какое полотно огромное. Смотрите, какая работа. Когда набор, я думаю, что гораздо меньше. А на самом деле, девчонки, вот А4, раз, два, как два с половиной листа А4. Ну, большая, большая. Любите, да, большие в основном сюжеты? Да, когда заканчивается. А малышки, вышивается что-нибудь маленькое? Нет, в основном большие полотна. А, вот, ага, игрушечка. Вот это черевно-мая. Угу, черевно-мая, да. А это же общество шлепка, не канавал? Нет. Это тоже репродукция, да? Да. Картина. Хочу в пару. У меня набор есть, там Гроза. Там, да, Гроза еще. Там они парный сюжет идет. Ой, а вот эту я хотела посмотреть ее вживую, так что я очки надену. Это, там, здесь бег надо очень много, а так все выше-то, вот. Угу. Я вот этот все набор хотела, но это до 18-й канве. Да. Очень мелко. Здесь вот полукрест, я вижу, да? Крест и полукрест. Да, очень красиво. Сложная, конечно, вот эта все работа. Вот это все я вот делаю недавно. Посаги или нет? Нет, я по бумажной. Нет, по бумажной, да? Да, да. О, смотри, очень красивая вообще. Очень красивая, очень. И она большая. Если, например, вот я возьму 16-ю, она еще будет больше. Если я заменю, например, основу. Большая работа, да. У меня так он в хачушках еще вот этот набор, но я его все никак не рискну. Попробуйте. Угу. И вот еще анкор. О, на черный. Это мне очень нравится. Сложно на черный вышивать вам? Не знаю, я летом больше летом вышиваю. Я иногда изнанку это тоже анкор. Анкор. Я даже не знала, когда это что-то такое. Димаш. Да. Да. Это такой. Димаш. Да. Димаш. Разные желудочные филорусы. Димаш. 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 Вот такие. Ариолис. Это Риолис. 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 Сказали сэмплер. Думаю, попробую. А там шелчки, что-то это. Не знала, что там шелчки. Ой, это интересная уриолис разработка. И это хлопковые нитки, это не шерсть. Ой, а как лесенка анкор. Да, как лесенка красиво сделана. Да. А вот этот, девочки, очень интересный сэмплер. Я хоть и не фанат сэмплеров, но очень даже. Я тоже попробовала. Вот это я сейчас закончила. Это наша национальная грузинская художник. Вот это все. Риолис 6. Трудно было на ней шесть. Так плотно, девчонки, как ковер смотрится. Здорово. Здорово. Вот эти мои письки. А, вот игрушки. Я с первой начала вот это так делала. Это в основном, как он и делала. Да, это ювелирный. У меня письки. Ювелирный, мелкий, да, весеный. Классный. А, вот это. Это, думаю, классно. Это Нина святая наша. Нина, ага. Это грузинская. Нина по-нашему. Ага. Вот это Михаил Хангель. Это Наталья для моих дочерей. Ага. И вот моя собачка. У меня папильон. У меня можно войти, если же ты сама. Тетечка. Ага, красиво. Да. Здорово. Молодцы, девчонки. Так, там еще большой рулон. В основном вот Марина посмотрим. Ага. Печерушка. Это ювелирный. Так, Марина у нас увлекается печерком. Это сама Шила. Молодец. Вышивка. Это для чего? А, это обложка для книги. Да, две вот эти. Ага, интересно. Сейчас схожу. Интересно. Это ткань вот виталя. Здесь такая ткань. Ага. Интересно. Сейчас последнюю машину сделала. Там все. Ох, вот это клево. Это для чайника. Для большого, да, чайника. Там синтепух внутри. А этот дизайн откуда? Это панна. Панна. Это берега. Ага. На линде вот вышито. А потом вот это сама все выкраивала, да, подбирала в конюшке. Молодец. Это, кстати, в Леонардо ткань какие-то. Да, я видела в Леонардо. Там даже у них наборами были. Все под синюю. Молодец. Так, а это наволочка на подушку, да? Это первый опыт мой. А где шовчики здесь? Швы. В смысле вот швы еще. Нет, а вот эта аппликация как сшито? Ну, шаг. На руках? Да. Все руках. А, это все руках. А я говорю, а где строчка-то? И стежка руками, и здесь стежка руками стежка. Угу. Хочешь? Прикольно. Да. Вот она получается. Угу. Интересно. Да? Интересная техника. Вот эти коробочки у меня. Это из журнала. Угу. Это крышечка для коробочки. Это коробочка. Здорово. Молодец. Вот это творческая работа. Столи от этого уже стоит, видишь, запылилась. Я не помню, это что уже давно. Это, по-моему, МП-студия. Вам надо? Да. Это пасхальный такой сюжет. Это мне подарили. Это Мария искусница. Вот это. Я тоже такое вышивала. От Марии искусницы. Игрушки мои. Игрушечки. Да. Мишка. Коробка моя тоже я делала. Да. Да. Я все декупаж. Я все тоже никак не возьму силу. Уже все купила для декупажа и никак. А это Милхилда. Мишка. Сама придумала или это выкройка была? Наборка. Ага. Так. Это яйцо от Риолис. Я тоже все никак не возьму. Девочки, так мелко. Очень мелко. Это очень мелко. Это очень мелко. Сложно для меня. Это Кристалл Арт. Кристалл Арт. На 3 часа. Угу. Это с рамочкой. Да. Это с подставкой. Курочка. Лошадка. От волшебной стороны красила, да? Сначала красила основу, а потом вышивала, да? А чем, баллончиком красила или кисточкой? Руками. А дырочки забиваются? Нет. Нет, просто тонким слоем. Ага. Куда? Дырочки нет. Прикольно. МП-студия, снегурка и Дедушка Мороз. А как он такой тонкий? Я не знаю. Я не посмотрела. Я не знаю. Вот так еще волшебная сторона. Курочка. Я вас тоже приглашала. Сейчас вот у нас МП-студия, да? Молодцы тоже стали на деревянных заготовках делать. а это вот это нитками девочки это в комплекте все три или отдельно по одному это это было а это что а мелфил пин кип такой у нас пасхальный это вот с aliexpress да вот эти вот она здесь тоже в ашане тоже продают тесьма готовая тесьма красиво смотрят ой какая реалечка так игрушка тоже волшебная до страна а то сейчас это по студии заказал у них тоже похоже здорово молодец очень приятно спасибо познакомимся как вас зовут алена алёва вышивка татьяна шаровой авторская схема фридокало все по как она рекомендовала слова урана а нет линда 27 до тмс нитки вообще вышивалась очень как фотография размер конечно вообще девчонки это чьи игрушки это что за игрушки вот это вот рассказывает это одежда на пластике можно прикрепить можно поставить вот на подставочку здесь вот подвешено на магнитик можно еще веревочку повесить просто если надо варианты имеют место быть меня здесь еще вот эту самую прикладной полотенчик это лента от гаммы я не знаю как с него а я с него в зал а как себе пронесла в цветах Светлана Калинина была такая у нее воспользовалась на формуле скукумана а это вот это самая будущая сапажки тоже схема Светлана Сечкарь сейчас она их не достать так как это украина но раньше все было доступно у меня на подхвате хардамбер первый раз пробовала а это что это подхват на штуру понятно что на новый год я вешаю а это вот я просто была закладка я сделала не закладкой а сделала вот такой штучкой и приметала ее вот это летом вот так а зимой вот так здорово у меня сейчас там другие есть я просто их уже не стала приносить здорово придумала классно ой какие там еще огромные работы девочки посмотрите какая прелесть это кто вышивал представьтесь пожалуйста я зовут Мария я немножко вышиваю да чуть чуть совсем ничего себе триптих плонарный здорово они одинакового размера получился как триптих они так и есть так и есть да то есть но здесь не мелкая канва да 14 это классно да так классно это я 14 люблю поэтому так говорю да здорово я все никак не домучаю свою снегги рукодельницу смотрите клево я все таки переоценила свои возможности на 18 начала но мне очень сложно глупо через очки у меня такая напряженная а без этого не кажется уже не кажется лягушку препарировали тут детали можно бесконечно разглядывать и каждый раз что-то новое находишь да в последний раз красиво да кружево да ну это как отличается конечно потому что хочется сделать чтобы не отрывалось и это тоже можно без этого можно без стекла это хорошо что вы это понимаете мы тоже мои все равно все красиво это круто это ориолис да только я его уменьшила основу да и она меньше и он меньше и красиво так стало не а мне кажется красиво менять вот здесь тяжело вышивать потому что здесь идет бленд 3 нити 2 1 1 2 и она сюда уже не пихается я его не этот веночек подарил мне так же хотя какая основа а я не знаю какая мы говорили основа какая мурана лугана как мурана мне мурана нравится в прикладном хорошо подушки и в подушке да вот очень хорошо хорошо червак в контакте группы есть пчелы и у них там тоже бывает запутка красиво как мероприятие там такие все близкочки близкочки под зим получается они здесь для человека в зиме вот это тоже есть да а лишь пока они перевопустили а чечи да кстати они по-моему обоих это наверное какая у меня перестолка это наверное вкладывается если я не стала выкладывать это тоже потом узнается сразу ну да ну да чаще всего дурбан но тут пол креста он быстро я забросила картинку одну вышивала полотеный чай две девочки там с кроликом вот я вышила крестик девочек кролика все вот это крестикрации положила и год она у меня лежит и смотрю и не могу полукрестик не могу вообще а это мероприятия я ни разу живьем не видела мероприятия скучки всякие да ну вот этого не было это я уже покупала в этом как называется да нарты тут какие-то другие эти вот здесь нет только этих рандолей я не пришила думаю как оформлять буги сразу пришила вот у меня здесь а мелкие тоже здесь мелкий колон да ну это уже лен это уже лен да а да он такой тверденький и вот это через одну ниточку да вышла здесь пяти пяти там да ну это крестик же да крестик крестик полукрест мне кажется полукрест крест на пяти я даже в очках не вижу ну я тогда видела да сейчас уже нет сейчас уже крест ну тогда да все нет это по-моему с лупой пойдет ну а я и очки и лупу не могу у меня лаванда красивая лаванда да а это уже личико и ладошки тоже пяти а да здесь да ну здесь мало здесь как бы красиво таки вот это двадцать восьмой а ну как кусок был пятьдесят на семьдесят а потом он же летит даже ну оформить ну что ну да если даже оформить эти можно вот это двадцать восьмой мне кажется да а мне кажется такого цвета у двадцать восьмого это я не встречала нет это пермин а пермин да а может и тридцать второй ну кажется он такой миленький миленький такой да я думаю тридцать второй может быть потому что я такой цвет у кэшел искала не нашла а пермин у них пермин тридцать второй у них мне цвет вот такой нравится да красиво а он благородно так благородно это мишкарин мишкарин да вот он выигрыш выигрыш вот я под полевые вот эти сюжеты хотела либо вот это Риолис как она Рустика вот эту я хотела либо Рустика либо вот такое вот в двадцать восьмом каунте я не нашла а там а это интересно а что это за техника такая да а это разные шовчики тут вот ну это просто курточка одежу в разные стороны такой как нарисовали а как их ушивать а как их ушивать а это тамбурный такой шовчик тамбурный на петлях я уже не помню это просто в разные стороны это фантазия да как идет А, ясно. Это просто в разные стороны стежки. Да, да. Получается как шерсть. И тут прикольно. Разное. Какое прикольно. Я все это самое смотрю. Это Dimension? Да. Примерно очень-очень старая. А как у них схема вот эта нарисована? Просто стежки вот так показаны. Нет, ну да. Там показана просто техника. Или это новая разработка? Это новая? Нет. Это я покупала в Мире Вышивки, наверное, в году в каком-нибудь там в восемнадцатом, семнадцатом. Тысяча рублей стоила. Думаю, надо брать. Угу. А вот это Лариса Черненко. Зрительница, которая смотрит нас очень давно. И я только комментарии читала. Но первый раз вот увидела. Ларису, мы познакомились с ней. Очень приятно. Очень милая женщина. Приветствую. Приветствую. Молодец. Молодец, мой короче. Папа? Нет, нельзя. Нет. У папы вкусняшки. У меня в подарок наперсточки московские. Там матрешка и кого люблю, тому дарю. Спасибо. Да где Вы такие находитесь? И с пожеланиями добра в маленькой открыточке. Я все магазины прохожу и очень редко где наперски есть. Смотрите, какой красивый наперсок, девочки. Это надо вот места знать. Где-то Вы тут вот в Москве места знаете, да? Я интервете набрала. Вот как. Девчонки, посмотрите. Какая красота. Смотрите. Супер. Ричи, не хулигай. А вот он и тут тоже красивый. С торца. Там написано? Да. Так. Кого люблю, там дарю. Спасибо огромное. Так. И сейчас еще крыточка. Желаю здоровья, радости, добра каждый день. Лариса Черненко. Москва. 24 августа. 23 год. Это память будет, да. Кто знает, когда мы в следующий раз в Москву приедем. Хотя теперь мы дорогу знаем. Очень даже хорошо знаем. Уже второй раз приезжаем. И смотрите, какая еще матрешечка. Сейчас. Это я коллекционирую на персике. Какая. Матрешка. Вот, вот. Смотрите, какая прелесть. Потом дома, когда будем при хорошем освещении, я Вам еще покажу. Сниму. Спасибо большое. Классно. Привет, друзья. Кто пришел, кто пришел. Бля, бля. Бля, бля, бля. Бля, бля. Бля, бля. Бля, бля. Я так не в гости. А Катя Алексеевна тоже приедет. Мои подружки. Все красивые, добрые. На иглах дубовая роща. Девочки, вот посмотрите видео пятилетней давности. Там как раз в работе была вот эта дубовая роща. Вот эта вот я вышла. А это Париж и Троицы. Вот я вышивала позже. Ну, это Деменшес. Забыла, как называется. В общем, все. А это у меня на даче висит китайцы. Большой. Это у меня в комнате всякая была. Алиночка, это тебе. Это тебе иконка. Ой, зайка какой. Это Василиса. Василиса. Василиса, зайка. Ну и тебе тут чуть-чуть. Ого, чуть-чуть. Чуть-чуть, говорит тебе тут целый пакет. А, ух ты. Это на память в Москве. Ух ты. Я первый раз вижу такую. Я первый раз такое вижу. Это игрушка. Вот тут вот основа. Тут заготовка. Это на выставке. Да? Да. А, это с выставкой. И вот еще. О, бобиночки. Какие красивые бобиночки. Для кружева, да? Да. И вот это делать игрушки. Это можно вот с Василией вместе делать. Ага. Крупные бусины делать игрушки. Спасибо большое, Марина. Ну все, девчонки. Встреча наша состоялась. Надеюсь, не последняя. Вышивальщицы Москвы передают вам все привет. И пока-пока. До новых встреч. Спасибо.